Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник «Всеобщая история. Новейшая история» за авторством Шубина, 10 класс, издательство «Просвещение». Глава 7. Страны социалистического блока 1950-80-е годы, пути их развития на рубеже 20-21 веков. Это было время, когда страны Восточной Европы под советской защитой старались быть не хуже Европы Западной. Когда коммунистические режимы в Азии смогли несколько раз удивить весь мир, когда такие режимы стали рушиться везде, но рухнули только в Европе, а в азиатских странах коммунистические партии сохраняют всю полноту власти до сих пор. Параграф 21. Достижения и кризисы реального социализма. Термины «диссиденты» личности это Надь, Дубчик, Лех Валенца, Войцех Ярузельский. Даты. 1956 год. Ввод советских танков в Будапешт. 1968 год. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. 1980 год. Создание независимого профсоюза «Солидарность в Польше». 1981 год. Выступление албанского населения в Косово за отделение от Сербии. Реальный социализм. Социально-экономическую систему, установившуюся в 1940-60-е годы в Восточной Европе, а еще раньше в СССР, принято называть реальным социализмом. Эту систему, основанную на подчинении государству почти всех сторон жизни общества, включая экономику и культуру, можно именовать социализмом условно, так как ее черты серьезно расходятся с построениями теоретиков социализма. Экономика оказалась не под контролем общества, а в руках государственной бюрократии, чиновничества. Рабочие и крестьяне должны были выполнять их решения, хотя формально они считались хозяевами страны, именно рабочие и крестьяне. В то же время такие страны, как Болгария, Румыния, Польша с помощью СССР создали мощную промышленность и превратились из аграрных и аграрно-индустриальных стран в индустриально-аграрные. Возникла мировая система социализма, в которой наибольшим влиянием пользовался СССР. Сотрудничество с СССР в рамках созданного в 1949 году Совета экономической взаимопомощи СЭП обеспечивало странам Восточной Европы дешевыми энергоносителями и предоставляло их экономикам широкий рынок сбыта. Трудящиеся были обеспечены социальными льготами и выплатами, по некоторым показателям превосходившими уровень, гарантированный социальными государствами стран Запада. Была ликвидирована безработица. Участие в созданной в 1955 году Организации Варшавского договора ОВД обеспечивало безопасность границ. СССР оказывал значительную экономическую помощь странам социализма, поставлял ресурсы по очень низким ценам, помогал строить промышленные объекты и готовить специалистов. Контролировавшая экономику государства направляла значительные средства на развитие искусства, литературы, кинематографа. Большинство писателей стран Восточной Европы творили в рамках социалистического реализма, воспевая успехи социалистического строительства и скрывая от читателей его негативные стороны. Но за пределами темы борьбы за социализм творчество писателей было достаточно свободным. Большим успехом пользовались произведения писателей-фантастов Станислава Лема, Ивана Ефремова, братьев Стругацких. Эти авторы представляли в своих романах сложную картину будущего, в которых личность имела шанс преодолеть сковывающие ее рамки устаревших технологических, психологических и общественных норм. Несмотря на то, что правящие партии контролировали содержание произведений, они в то же время обеспечивали возможности для творчества истинным талантам. Например, польский кинорежиссер Вайда в фильме «Человек из мрамора» подверг безжалостной критике польскую действительность эпохи сталинизма. Развивалась и неподконтрольная властям культура. В Советском Союзе распространилось движение авторской песни, почти не подвластная цензуре. Такие барды, как Высоцкий, Висборг, были популярны в других странах социализма, не только в Советском Союзе. Но открытая критика коммунистических режимов диссидентами преследовалась, их арестовывали, приговаривали к тюремному заключению или к психиатрическим экспертизам, очень таким долгим, лет на пять. Восточная Европа была восприимчива и к западной культуре. Здесь быстрее, чем в Советском Союзе осваивали рок-музыку, чаще смотрели западные фильмы и концерты артистов из капиталистических стран. Между странами социализма развивалось культурное сотрудничество. Проза и поэзия одних народов переводились на языки других, снимались совместные фильмы, возводились монументы, символизировавшие дружбу между народами Восточной Европы. В странах реального социализма неэффективная бюрократическая экономика порождала многочисленные сбои производства и распределения. Это часто приводило к дефициту многих товаров. Чтобы получить эти товары, приходилось выстаивать очень длинные очереди. Если сначала бедное в недавнем прошлом население довольствовалось малым, то постепенно потребности людей становились более многообразными. Неповоротливое государственное планирование не успевало за ростом потребностей населения. В тяжелом положении находилось сельское хозяйство, оказавшееся под прессом налогов и скованное принудительной коллективизацией. Варшавский договор поддерживал в Восточной Европе власть коммунистических партий. В большинстве случаев они назывались иначе и входили в формальные союзы с подчиненными им партиями. Такие режимы народной демократии сильно зависели от Советского Союза, что вызывало протесты населения и социально-политические кризисы. В результате некоторых из этих кризисов и экономика ряда стран Восточной Европы были введены элементы рыночных отношений, что позволило таким странам, как Венгрия, Югославия и Чехословакия приблизиться к уровню жизни общества потребления на Западе. Вопросы. Какие преимущества и недостатки имел реальный социализм? Преимущества это в целом достаточно относительно стабильная жизнь. То есть жизнь, при которой нет безработицы, есть социальные гарантии, пенсии, зарплаты. Они небольшие, но они есть у всех. Дети ходят в школу, студенты учатся в институтах, работа присутствует. То есть есть нормальная стабильная жизнь. Войны, какие-то кризисы, они где-то очень далеко. Здесь их нет. С другой стороны, с товарным изобилием в магазинах очень и очень плохо. Один, в лучшем случае, два товара. Некоторые товары вообще приходится добывать, поскольку их производства катастрофически недостаточно. Изобилие в плане продовольствия тоже очень и очень слабое. Нет, еда есть, но ее не очень-то много. С другой стороны, качество этой еды очень даже хорошее. Второй вопрос. Почему систему, установившуюся в странах Центральной и Восточной Европы, весьма условно можно назвать социализмом? Дело в том, что социализм подразумевал, что экономика и политика будут находиться под властью населения. В то время как реальный социализм – это власть чиновников, а население просто выполняло приказы этих чиновников. Несмотря на то, что вроде бы как рабочие и крестьяне назывались хозяевами страны, на самом деле они были абсолютно такими же подчиненными, как и при царях, президентах и всем остальном. То есть вот такая вот специфика. Другое дело, самое главное отличие так называемого реального социализма и прочих социалистических стран 20 века от стран Запада – это отсутствие рыночных отношений. Именно в этом было отличие. Кризисы в Польше и Венгрии Разоблачение на 20-м съезде КПСС культа личности Сталина Хрущевым было с энтузиазмом встречено в странах Восточной Европы. В некоторых из них начались массовые движения за восстановление демократии при сохранении достижений социализма. Сталинисты пытались подавить эти выступления. В июне 1956 года на улице польского города Познань вышли тысячи рабочих, возмущенных тяжелыми условиями жизни. Эта демонстрация была расстреляна польскими войсками. Расправа с рабочими вызвала острый политический кризис. На волне массовых манифестаций протеста к власти была возвращена репрессированный при Сталине Гамука. Польское руководство отказалось от проведения коллективизации, благодаря чему большинство польских крестьян работали в своих фермерских хозяйствах. Это, кстати, сделало польское сельское хозяйство в разы, даже в десятки раз более эффективным, чем там, где коллективизация была проведена. Советскому Союзу пришлось смириться с этими польскими изменениями. В 1956 году солидарность с поляками выразили венгры. Здесь реформы начались сразу же после смерти Сталина. Политику преобразований возглавил коммунист Имре Нать. Имре Нать родился в 1896 году. Во время Первой мировой войны попал в плен, оказался в России. Вступил в ряды Красной армии, воевал в Сибири, стал членом большевистской партии. В 1921 году Нать вернулся в Венгрию и вступил в рабочую партию, тесно связанную с коммунистическим подпольем. Занимался организацией крестьянского движения. За связи с коммунистами был отправлен в тюрьму. После освобождения выехал в СССР. По окончанию Второй мировой войны Имре Нать был назначен министром земледелия и внутренних дел. Провел радикальную аграрную реформу. Во время сталинского террора его сняли со всех постов. В 1953 году, после смерти Сталина, Нать возглавил правительство Венгрии. Однако руководство Венгерской партии трудящихся, ВПТ, так называлась Компартия, сохранилось в руках сталиниста Ракоши, правление которого привело к ухудшению жизни венгров. В 1955 году Ракоши сумел отстранить Надя от власти и объявить его правым оппортунистом. Лидеры КПСС, недовольные победой сталиниста в Венгрии, добились отстранения Ракоши от власти и реабилитации репрессированного при Сталине Кадара. Однако это не помогло. Протестное движение в Венгрии оказалось сильнее и организованнее, чем в Польше. За возвращение Надя к власти и продолжение демократических реформ выступили венгерские писатели и студенчество. С одобрения демократов-коммунистов студенты создали кружок Пётефи, где обсуждали самые острые проблемы страны. 23 октября 1956 года на улице Будапешта вышли участники массовой демонстрации солидарности с поляками. Демонстранты требовали также возвращения к власти Надя и соблюдения гражданских свобод. Они добивались трансляции своих требований по радио, но охрана не допустила митингующих в здании радиостанции. Это привело к вооруженному столкновению и жертвам. Действия власти вызвали всеобщее возмущение. Часть венгерской армии перешла на сторону демонстрантов. В Будапеште началось восстание против однопартийного режима. По решению руководства СССР в Венгрию вошли советские войска. Обе стороны действовали очень жестко. Сотрудники службы безопасности стреляли в скопления людей, а толпу возбужденных горожан расправлялись с теми, кто по ним стрелял. Руководство ВПТ вернуло на пост премьер-министра Надя, и ему удалось договориться о прекращении огня и выводе советских войск из Будапешта. В Венгрии стала восстанавливаться многопартийность. Было создано коалиционное правительство во главе с Надем при участии Кадара. Возникли рабочие советы, которые взяли в свои руки предприятия. Под давлением восставщик Надь заявил о выходе Венгрии из Варшавского договора. Это вызвало очень негативную реакцию Советского Союза. 4 ноября 1956 года советские войска были введены в Будапешт и подавили выступления. Было создано правительство во главе с Кадаром. Рабочие советы организовывали забастовки против режима Кадара, но в декабре 1956 года это движение тоже было подавлено. Кадар развязал репрессии против участников восстания. За организацию заговора и предательство Родины. Надь был приговорен к смертной казни. Когда же Кадар начал в 1968 году проводить экономические реформы, направленные на расширение рыночных отношений, оказалось, что они во многом соответствовали планам казненного Надя. Эти реформы позволили Венгрии постепенно стать одной из самых процветающих стран Восточной Европы. Вопросы. Чем был вызван польский кризис 1956 года и к каким изменениям он привел? Кризис был вызван, по сути дела, действиями самого Советского Союза, конкретно его лидера Никиты Хрущева, который на 20-м съезде КПСС развенчал культ личности Сталина. Это было воспринято очень многими в Восточной Европе, как, так сказать, путь на полную демократизацию. И население с радостью за это ухватилось. Начались массовые выступления за отмену коммунистов, за демократизацию и изменение многих политических, социальных и экономических сторон жизни в этих странах. В Польше в целом выступления были не очень организованными, подавлены были достаточно спокойно, но при этом полякам удалось добиться определенных экономических преференций. Например, в Польше не было коллективизации. Это позволило польскому сельскому хозяйству сохраниться гораздо более эффективным, чем там, где коллективизация была проведена. Второй вопрос. За что выступали протестующие в Венгрии в 1956 году? Там, по сути, был довольно острый политический кризис, связанный с теми, кто стоял у власти. Очень популярен был Имры Надь, но он был популярен у народа и не популярен у властных консервативных структур, у сталинистов. Они, сталинисты, попытались Надя убрать. В итоге это привело к очень сильным выступлениям самого наступления, самого населения, которое было еще и очень организовано. В итоге дошло дело до полноценных боев в Будапеште и несколько раз вводили полноценно советские войска в Венгрию. Как был ликвидирован венгерский кризис? Постепенно там самому Имры Надю удалось договориться с определенным смягчением многих позиций, но там произошли определенные выступления в очередной раз. Некоторые сталинисты-консерваторы отказались признавать многие договоры Надя. В итоге сам Надь был расстрелян, обвиненный в предательстве, А пришедшие к власти сталинисты, они просто очень жестко закрутили гайки и начали жесткие репрессии против всех, кто выступал и организовывал выступления против венгерской коммунистической партии. Пражская весна 1968 года В январе 1968 года было избрано новое руководство коммунистической партии Чехословакии, КПЧ, во главе с Дубчиком. Как считали Дубчик и его сторонники, в стране необходимо провести осторожные демократические преобразования. В марте в Чехословакии была ослаблена цензура, прекратились преследования за высказывание оппозиционных мнений. Апрельский пленум ЦК КПЧ предложил программу действий, которая предполагала расширение самостоятельности предприятий и создание на них органов самоуправления, независимость профсоюзного движения, возможность создания новых партий и организаций. Пленум выдвинул идею сочетания плановой и рыночной экономики. КПЧ провозгласила лозунг построения «Социализма с человеческим лицом». Из этого следовало, что раньше социализм был негуманный, не демократический. Весной 1968 года вся Чехословакия была охвачена митингами. Их созывали новые общественные организации, выступавшие за демократический социализм. Большую популярность приобрел «Манифест двух тысяч слов», под которым подписались известные деятели культуры. Этот документ отрицал право КПЧ на монополию власти и призывал двигаться к демократическому социализму и многопартийности. Выборы делегатов на чрезвычайный съезд КПЧ принесли победу сторонникам реформ. На съезде своих постов могли лишиться консерваторы в ЦК партии. После этого никто в руководстве КПЧ не мешал бы проведению реформ. При этом Дубчик мог оказаться самым умеренным реформатором, а реальное лидерство перешло бы к сторонникам радикальных перемен. Это могло в дальнейшем привести чехословекию к изменению внешней политической ориентации на западные страны. Всего этого опасались руководители уже КПСС. В июне 1968 года начались переговоры между членами политбюро ЦК КПСС и руководством КПЧ. После долгих уговоров Дубчик дал неопределенные обязательства установить более жесткую цензуру, запретить открытую деятельность оппозиции. Отсутствие четких договоренностей позволило консерваторам в ЦК КПЧ убедить руководителей КПСС в том, что Дубчик их обманул. Леонид Брежнев решил действовать, не дожидаясь, пока произойдет очередной съезд чехословатских коммунистов. Он считал, что никакие изменения не должны нарушить того соотношения сил между СССР и миром капитализма, которое установилось в Европе после Второй мировой войны. Ни одна из стран не должна покинуть социалистический лагерь. Эта позиция позднее будет названа «доктриной Брежнева». Вопросы. За что выступали коммунисты-реформаторы в Чехословакии? Изначально они выступали просто за некие достаточно слабые демократические реформы, определенное облегчение экономических вопросов и определенное, только определенное, облегчение политических и общественных вопросов. Не более того. Но население это восприняло как полноценный путь на Запад, полноценный путь к демократии и сорвалось с абсолютного поводка, который был до этого. Второй вопрос. Почему события в Чехословакии вызвали сильное недовольство советского руководства? Чехословакия была самой развитой страной в промышленном плане из социалистического блока, кроме, конечно, Советского Союза. То есть из всяких Польши, Венгрии и тому подобных стран именно Чехословакия имела самую мощную и развитую промышленность. Причем эта промышленность была создана еще в те времена, когда Чехия находилась в составе Австрии и Венгрии в 19 веке. Естественно, что отпускать такую страну это было крайне и крайне нежелательно для Советского Союза. А события, которые шли в Чехословакии, они могли привести эту страну на Запад. То есть к полной отмене социалистического пути Чехословакии. Это было неприемлемо для Советского Союза. Вот войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Знаменитая Пражская весна. 21 августа 1968 года войска стран Варшавского договора, за исключением Румынии, вошли в Чехословакию и взяли ее территорию под свой контроль. Президент ЧССР «Свобода» кадровый военный приказал Чехословакской армии не оказывать сопротивление. Руководство ЦК КПЧ было арестовано и вывезено в Москву. Но население Чехословакии поддерживало реформаторов. Началась кампания неповиновения советским военным и их союзникам. Представители организации КПЧ досрочно созвали съезд партии, осудили вторжение и избрали реформистский ЦК. Лидеры КПСС начали переговоры с Дубчиком и другими членами ЦК КПЧ. От него требовали направить формальное приглашение войскам Варшавского договора в Чехословакию, отменить результаты выборов ЦК и назначить на ключевые посты консерваторов. С советской позиции согласился член ЦК КПЧ Гусак, бывший политзаключенный сталинских времен. В конце концов Дубчик тоже согласился подчиниться. Ввод союзных войск был узаконен. В апреле 1969 года Дубчик был заменен Гусаком. Некоторое время реформы продолжались, имели место выступления против присутствия в стране войск ОВД. Но уже началась партийная чистка. Из партий исключали оппортунистов. Затем последовали увольнения из государственных учреждений сторонников преобразований. Консервативные силы одержали победу. События 1968 года в Чехословакии вызвали очень сильную волну протестов против Советского Союза во всем мире. И от себя добавлю, что в целом вот эта вот пражская весна, она очень жестко разделила мир и отношение мира к советскому блоку на до и после. До пражской весны Советский Союз воспринимался очень положительно. У него была очень положительная репутация. После пражской весны Советский Союз стал восприниматься отрицательно. Репутация стала резко падать. Во всем мире Советский Союз стали воспринимать как государство, которое подавляет свободу, а не защищает ее. Пражская весна очень жестко разделила отношения к социализму на до и после. Вопросы. Почему, несмотря на то, что Чехословакия была не в состоянии противостоять вторжению войск ОВД, руководству СССР пришлось договариваться с чехословацкими реформаторами? Дело в том, что подавить тотальными расстрелами эти самые выступления, конечно, можно было. Но это привело бы к настолько сильному неприятию происходящего, что могли отвалиться абсолютно все страны Советского Блока. То есть Польша, Венгрия, Болгария, Румыния. Они все могли в этом случае попросту уйти от Советского Союза. Да и в самом Советском Союзе могли произойти сильные выступления. Это было крайне недопустимо. Поэтому пришлось договариваться законными путями. Второй вопрос. Почему в конечном счете удалось ликвидировать реформистское движение в Чехословакии? Дело в том, что любые попытки реформ легко могли полностью уничтожить социализм в какой-либо стране. И таким образом привести страну к Западному Блоку. То есть здесь никаких реформ проводить было нельзя. Такова была ситуация. Движение «Солидарность в Польше». В середине 1970-х годов польское руководство решило выйти из экономического кризиса путем технологического перевооружения страны за счет привлечения западных кредитов. Но неповоротливый государственный и партийный аппарат не сумел эффективно распорядиться деньгами. Долги Польши капиталистическим странам достигли 20 миллиардов долларов. По тем временам это все равно что 200 миллиардов сейчас. Это астрономически большие деньги для такого государства как Польша. Скажем так, это очень большая сумма долга для любого государства, кроме самых богатых. Поэтому естественно, что в Польше начался серьезный кризис. Проценты по долгам сравнялись с размерами польского экспорта. Пытаясь расплатиться с долгами, государство усилило нажим на трудящихся. В 1976 году это вызвало новый всплеск волнений рабочих. Власти арестовали зачинщиков. Однако борьбу рабочих поддержала интеллигенция. Они создавали правозащитную организацию, которая позднее стала называться Комитет общественной самообороны, Комитет защиты рабочих, КОСКОР. К тому же власти не могли разгромить оппозицию еще и потому, что это ухудшило бы отношение Польши с кредиторами. Сопротивление к коммунистическому режиму опиралось также на неподконтрольную государству, католическую церковь. После повышения цен на мясо в рабочих столовых в июле 1980 года, в Польше вспыхнули рабочие волнения, которые к августу охватили все Балтийское побережье. Рабочие вместе с членами КОСКОР сформировали свои требования. Они предлагали улучшение жизни рабочих, предоставление социальных гарантий, проведение демократических реформ и создание профсоюза, независимого от правящей Польской Объединенной Рабочей Партии, ПОРП. В августе стачка охватила всю страну, и властям пришлось уступить. В ноябре 1980 года был официально зарегистрирован независимый профсоюз «Солидарность», который возглавил массовое народное движение против коммунистического режима. Во главе «Солидарности» встал лидер летней забастовки рабочий Лех Валенса. Профсоюз требовал проведения свободных выборов и передачи предприятий в руки рабочего самоуправления. ПОРП тянуло с проведением реформ. Власти чинили препятствия профсоюза, стачки не утихали. Коммунистическое руководство опасалось победы солидарности на выборах. Страны Варшавского договора в этом случае могли ввести в Польшу войска, что спровоцировало бы начало военных действий. Новый премьер-министр Польши и первый секретар ЦК ПОРП, генерал Войцех Ярузельский, 13 декабря 1981 года, объявил о введении в Польшу военного положения. Сотни лидеров и активистов оппозиции были арестованы. Рабочие выступления подавлялись. Но полностью справиться с оппозицией Ярузельскому не удалось. Время от времени в стране проходили антиправительственные демонстрации, которые разгонялись. Многие деятели культуры осудили режим. Кинорежиссер Вайда снял фильм «Человек из железа», прославлявший именно солидарность. Вопросы. За что выступала солидарность? Изначально, по сути, она возникла просто с требованием определенных реформ и улучшения уровня жизни. Но постепенно требования переросли в полную отмену коммунистического режима и переход к полной демократии. Второй вопрос. Каким образом власть боролась с оппозицией? Разгоном всех демонстраций и жесточайшим подавлением любых выступлений, то есть силовыми методами. 3. Югославский социализм. Особая модель социализма возникла после 1948 года в Югославии. В этой стране руководство предприятиями было передано не назначенным из центра директорам, а рабочим советам, которые избирались рабочими коллективами. Значительно расширились права предприятий. В экономике сохранялись рыночные черты. Одновременно была усилена автономия союзных республик, входивших в Югославию. 4. Реформы, проводившиеся по инициативе лидера Союза коммунистов Югославии СКЮ. Иосифа Бросс Тита не привели страну к демократии, но несколько ограничили авторитаризм и сделали экономику гораздо более эффективной. В 1950-70-х годах производство выросло в 4 раза в Югославии. Власть коммунистов и авторитет Тита скрепляли многонациональную страну, препятствовали развитию националистических движений. Тита хотел сделать национально-территориальную систему более устойчивой. Он пытался ослабить противоречия между сербами и хорватами, говорящих на диалектах одного языка. Часть населения Боснии выделилась в отдельную национальность, определявшуюся не по языковому признаку, а по принадлежности к исламу. Большинство мусульманской нации говорило по-сербски и жило в перемешку с сербами и хорватами. Границы союзных республик были унаследованы от времен складывания Югославии, хотя расселение народов уже изменилось. Так, в республике Босния часть территории была населена хорватами и сербами, в Хорватии – сербами, в Сербии – албанцами, автономный край Косово. Тита проводил независимую внешнюю политику, критиковал СССР. После принятия в 1958 году новой программы СКЮ, экономические идеи, которые были основаны на рыночном социализме и самоуправлении, КПСС и другие компартии обвинили югославских товарищей в ревизионизме. Особенно активно против Югославов выступали албанские коммунисты, во главе со сталинистом Энвером Ходжой. Но в 1961 году Ходжа обвинил в ревизионизме Никиту Хрущева, главу СССР. Албания вышла из состава СЭП. Тогда же наметилось новое сближение между СССР и Югославией. После смерти Титу в 1980 году СКЮ и страну возглавило коллективное руководство, но оно не пользовалось авторитетом у населения. В республиках усилились националистические настроения. В частности, в 1981 году в автономном крае Косово вспыхнули выступления албанцев за выход из состава Югославии. Вопросы. В чем заключались особенности югославской модели социализма? В том, что в Югославии фактически социализм был гораздо ближе, приближен к теоретическому социализму, чем тот, который был, например, в Советском Союзе. В Югославии не назначались директора предприятий, а избирались на самих предприятиях. И в целом экономика была гораздо более близка к рыночной, следовательно, она была еще и гораздо более эффективной. То есть в Югославии удалось совместить положительные стороны, плановый и рыночный экономик. И это сделало Югославию очень эффективным в экономическом плане государством. Второй вопрос. С какими трудностями столкнулось руководство социалистической Югославии и как оно пыталось их преодолеть? Дело все в том, что Югославия это было очень многонациональное государство. Причем мало того, что многонациональное, еще и очень разные религии. Там присутствовали и мусульмане, там присутствовали католики, там присутствовали православные. И все они имели огромное количество еще из издревле сложившихся исторических претензий друг к другу. У боснийцев, у албанцев, у сербов, у хорватов, у них у всех было огромное количество претензий друг к другу. Поэтому удерживать это государство вместе фактически мог только Иосиф Бростита. После его смерти Югославия оказалась обречена. Вопросы и задания. Но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Вопросы. Первый. Вспомните, кто такой Петефи? Как вы думаете, почему дискуссионный кружок Венгрии был назван его именем? Петефи это один из руководителей одного из первых венгерских восстаний 19 века, 1948-1949 годов, еще в империи Габсбургов. Восстание было настолько запредельно мощным, что Австрия тогда могла попросту прекратить существование. Восстание подавить это восстание удалось только с помощью русских войск, с помощью Николая I, который ввел войска в Венгрию и помог австрийцам подавить это восстание. И австрийцы расплатились с Россией за это полным предательством во время Крымской войны, когда России пришлось держать крупную армию против Австрии, поскольку та в любой момент во время Крымской войны могла попросту атаковать Россию. Вот такие вот тогда были дела. Второй вопрос. Почему рабочие советы Венгрии выступили против правительства Кадара? Это правительство не поддерживало все экономические требования рабочих. Правительство желало очень сильных ограничений, поэтому и не получило поддержки. Третий вопрос. На заседании президиума ЦК КПСС 28 октября 1956 года Никита Хрущев говорил, это может скоро кончиться или Надь повернет против нас. Потребует прекращение огня и вывода войск, а затем капитуляции. Что лидер КПСС и СССР понимал под капитуляцией? Оправдались ли опасения Хрущева? Что ж, понималось то, что придется сопротивляться всей Венгрии, что Надь перейдет как глава государства на сторону, грубо говоря, восставших. И в этом случае Венгрия может оказаться попросту государством, которое уйдет на запад. И там падет режим социализма. Для Хрущева это было бы той самой полной капитуляцией Советского Союза, неприемлемой для него в принципе. Четвертое. Какие требования выдвигали КПЧ в 1968 году? Почему они не устроили руководителей КПСС? По сути дела КПЧ выдвигала требования о достаточно серьезных реформах. О фактически полной демократизации Чехословакии. При которой КПЧ могла остаться просто одной из партий, многих, которые были бы в Чехословакии. Это было бы неприемлемо для Советского Союза. Запомните сравнительную таблицу. Венгерский, чехословацкий и польский кризисы. Венгерский кризис и чехословацкий кризисы это кризисы попыток реформ. В то время как польский кризис это причины выступлений. Там экономический кризис. Формы протеста. В Венгрии, да практически везде это были манифестации, митинги и стачки. Причины неудачи. Да практически везде вмещательство Советского Союза. Последствия. В Венгрии и в Чехословакии установилась полная коммунистическая диктатура. А вот в Польше ситуация была другой. Там полностью подавить выступление не удалось. И постепенно солидарность все-таки смогла уничтожить коммунистическую Польшу. Шестое. В каких странах и когда трудящиеся создавали органы самоуправления на производство и брали управление предприятиями в свои руки? Это было во время революций после Первой мировой войны. Были в той же самой Венгрии, например, были подобные выступления. В Германии были подобные выступления. В Италии было что-то подобное. Но в целом наиболее эффективно было, конечно, в Венгрии. Седьмое. Почему Порп не решилась подавить оппозицию в 1976-80-х годах? Дело в том, что это подавление могло привести к резкому ухудшению отношений с западными странами. А проблема Порп была в огромном количестве западных кредитов на астрономическую сумму. Поэтому Порп была вынуждена работать очень и очень аккуратно. Порп это польская коммунистическая партия. То есть, поэтому поляки были вынуждены работать очень осторожно и не подавлять совсем уж жестко. Иначе могли возникнуть серьезнейшие экономические проблемы. Восьмое. Вспомните методы борьбы коммунистических режимов с рабочими движениями 1956, 1976 и 1981 годов, как менялись эти методы. Если в 1956 году фактически попросту расстреливали всех, кто что-то говорил против, В 1976 году уже были просто жесткие подавления, а в 1981 году пришлось идти и договариваться. Девятое. Какая взаимосвязь между польскими и венгерскими событиями 1956 года? Это забавно, но застрельщиками венгерских событий выступили события в Польше. То есть, именно польские выступления стали застрельщиками событий в Венгрии. Другое дело, что польские выступления были ограниченными и неорганизованными, а выступления в Венгрии были очень организованы. Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа. Каковы были общие черты развития в странах реального социализма? Это довольно-таки, с одной стороны, серьезная взаимопомощь между странами, военная, экономическая, очень сильное культурное взаимодействие, просто невероятное. Причем между всеми странами, очень хорошая социальная политика, но при этом очень неэффективная общая экономическая политика и жесткая диктатура одной единственной коммунистической партии, жестко подавлявшей любые демократические выступления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...